Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на сортоиспытательных участках агрофирмы Аэлита. Здесь огромнейшие теплицы, где выращиваются томаты, перцы, баклажаны. Всегда здесь сумасшедшие просто урожаи. Диву даешься, как в нашей средней полосе, где холодно, можно выращивать такие огромные урожаи. Диву даешься, как в нашей средней полосе. Паутинный клещ их ест, еще они подвержены там каким-то заболеваниям. То есть вот сложновато, да? Про паутинного клеща. Давайте будем разбираться, как с ним бороться все-таки, чтобы баклажаны у нас росли. И чтобы вот этой заразы у нас не было. Ну, смотрите, вот здесь грядочка, которая мне больше всех не понравилась именно с точки зрения внешнего вида вот этих растений. И тут вот на этом растении явный паутинный клещ. То есть листочки тусклые. Если вот даже как-то на просвет, может быть, посмотреть, то это как такие проколы выглядят многочисленные. Это как раз клещ делает такой прокол, высасывает оттуда, покушал, побежал дальше. В следующий раз захотел кушать, опять прокол сделал, пососал, опять побежал дальше. А вообще, если в микроскоп посмотреть, они такие мелкие, они сидят с обратной стороны листа. И вот в микроскоп смотришь, это стадо буквально больших и маленьких ходит. Это жуть какая-то. И вот из-за того, что они такие микроскопические, во-первых, можно просмотреть начало этого заражения, а потом уже очень сложно справиться. А во-вторых, их просто не видно. Они еще с нижней стороны листа. Но если нет опыта у человека, он просто не поймет, что это растение страдает от паутиного клеща. Вот оно такое недоразвитое, оно отстает в развитии, и кажется, что растению что-то не хватает. Каких-то элементов питания, надо его просто подкормить. На самом деле, вот это клещ. Еще раз повторюсь, желтоватые тусклые листья, как бы вот с многочисленными проколами. Дорогие друзья, такая грядка здесь одна. И я неоднократно была свидетелем, как бракуют здесь растения. То есть это именно сортоиспытательный участок. И в нашем климате, в наших вот таких теплицах, это пленочные теплицы, как у всех огородников такая теплица может быть, ведут себя те или иные растения. Вот по сравнению с другими грядками, там совершенно здоровые, красивые листья, лопухастые, большие растения стоят. Что это означает? Это растение, которое более устойчиво к клещу. Вот сказать, что совершенно не повреждаются клещом, нельзя такого. Но есть растения более устойчивы к клещу. Что делать-то, если у вас в теплице вот такое, вы же посадили, вы же выращивали рассаду, а еще и плодики там уже висят вот на этой всей гряде, все растения с плодами. У нас 6 июня только, все растения с плодами. Вроде сорт-то хороший, скороспелый, все. Но вот видите, вот такая картина. Что делать? Опрыскивать. И неоднократно, а вот с периодичностью буквально в 5 дней. Вот вы приезжаете в следующую субботу, берем опрыскиватель и обрабатываем. Приезжаете через неделю, берем опрыскиватель и обрабатываем. Чем обрабатывать? Вот это крайне важно, потому что люди думают, что ага, сейчас я чем-нибудь побрызгаю, вот в прошлый раз я от тли обработала, помогло. Вот тля и клещ, это две разные категории. Тля это у нас насекомое, а клещ это паукообразное. У него по-разному устроены вот эти процессы питания. И инсектициды не действуют на клещей. Вот это запомните, пожалуйста, потому что сколько раз мне говорили, вот этим прыскало, вот этим прыскало, вот этим прыскало. И ничего не помогает. Это потому что тем вы прыскали это все инсектициды. Она надо применять против клеща, только акрицидные препараты. На упаковке должно быть написано, что это либо акрицид, либо это инсектоакрицид. Список вы посмотрите на экране. Эту фотографию можно себе даже скачать. Остановить ее можно на экране. Курсорчиком нажали, посмотрели, все. Так вот, дорогие друзья, почему надо несколько раз повторять? Потому что акрицидные препараты преимущественно не действуют на яйца. Мы уничтожаем только взрослых особей, а вот яйца остаются неуязвимыми. И через какое-то время из них снова и снова отрождаются новые вредители. Поэтому если тепло, если теплица, то они размножаются, отрождаются из яиц. Буквально через 5 дней нужно делать обработку. Чем опрыскивать? Если уже тем более плоды висят, какой-то злючей химии не хочется, фитоверм берите и бетоксибацелин. Вот эти препараты чередуйте. Кто-то их даже смешивает. Ну, можно и так, но вот я не знаю, просто нужно, мне кажется, чередовать. Бетоксибацелин, он еще и хорошо с колорадским жуком справляется тоже. Начинаешь бетоксибацелин применять, и все, колорадского жука у вас не будет. Что касается клеща, не только правильный препарат, но и правильный опрыскиватель. Обязательно с очень мелким распылом. Если у вас какой-то старенький, он плюется, он дает крупную каплю, выбросите такой опрыскиватель и больше его не применяйте. Против клеща только мелкий распыл. Почему, я сейчас объясню. Клещ очень маленький. Листочки у нас у баклажана ворсистые. И вот на этих ворсиночках капли, вот представьте в укрупненном виде, да, капли на этих ворсиночках задерживаются. Вот они две капельки, вот так вот, кругленькие, да, а клещ под ними и между этими ворсинками, и на него ничего не попало. Поэтому чем меньше капли, тем лучше, тем они с большей вероятностью на этого клеща попадут. Это первое. Второе. Улить надо так все, чтобы прям стекло с этого растения, то есть оно должно все смочиться. Все должно смочиться. Вот тогда будет хорошая обработка. Если вам говорят, что когда вы обрабатываете просик насекомых, не надо, чтобы стекал препарат, чтобы он подержался на растении, то вот в этом случае нужно, чтобы смочилась вся поверхность, смочилась. Только тогда вы попадете гарантированно на этого клеща. И третий момент. Обязательно опрыскивайте с нижней стороны, а для этого берите такой опрыскивател, у которого загнутый носик. И вы можете эту форсунку так повернуть, чтобы она была загнута вот так, и вы снизу подставляли и вот так опрыскивали. У меня есть кадры, как я опрыскиваю огурцы. Точно так же вы опрыскиваете и баклажаны свои тоже с нижней стороны листа. Клещ там с нижней стороны листа. Ну и верх тоже, конечно, обрабатывайте, потому что он не только снизу, но и вот в самих верхушечках, там, где вот эти складочки все, вот он любит там. Вот только тогда можно победить клеща. А после того, как вы собрали урожай, все собрали из теплицы, проследите, пожалуйста, чтобы растительных остатков не осталось. Это первый момент. Второй момент. Обязательно промораживайте теплицу, чтобы там было и холодно, и сухо. А для этого открывайте ее на зиму. Не надо закрывать теплицу. Если вы говорите, что ах, а у нас кошки, значит, форточки надо открыть. То есть эта теплица должна быть сухая и холодная. Дело в том, что самки клеща могут перезимовывать при температуре минус 28 градусов. А если еще и влажность там будет повышенная, то им еще лучше, да? Ну и вот кто говорит, что я вношу снег в теплицу, якобы там, значит, почва лучше сохраняет свои свойства, да? То вот это вы только улучшаете зимовку для клеща. Нужно, чтобы, опять же, вот повторюсь, было сухо и очень холодно. Тогда вот клещ, может быть, вымораживается. Ну и последнее. Если у вас из года в год это повторяется, то сделайте перерыв и не сажайте баклажанов в теплицу. Вынести их в открытый грудь. У агрофирмы Аэлита есть много таких баклажанов, которые с успехом можно выращивать в открытом грунте. Мы такие съемки делали, мы такие фотографии делали, где прекрасные баклажаны вырастают в открытом грунте, и вот на ближайшем поле, где ветра, где жара, если холодно, значит, холодно, если палящее солнце, то палящее солнце, и тем не менее прекрасные созревают урожаи. Так что все в ваших руках. Вот хорошие сорта, которые пойдут у них на размножение, которые с хорошими листьями стоят, зелеными. Грядки-то вот рядом расположены, да? Значит, у них больше устойчивость. Ну что ж, всем хорошей погоды, чтобы она была и в меру теплая, и в меру влажная, если у вас в открытом грунте что-то росло, чтобы вовремя дождичком полило. Ну и хороших урожаев, баклажанов в открытом грунте, если в теплице у вас завел спутинный клещ. Если что-то осталось непонятным, спрашивайте. У нас есть возможность задать вопросы в телеграм-канале или ВКонтакте. Ну и покупайте тоже еще хорошие сорта, скороспелые, которые будут давать вам урожай в открытом грунте. Там клещ вредит намного меньше. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»